Это сказка, в которую рано или поздно попадает каждый житель Украины. Давайте смотреть. В тридевятом царстве, в тридесятом государстве Жил да был Иван Дурак И победил он идолище поганое И получил за это от царя в награду Полцарства, сапоги-скороходы, руку царевны И проблем столько, что ни в сказке сказать, ни пером описать Присказка кончается, сказка начинается Василисочка моя, ухожу я в дорожку дальнюю В БТИ полцарства зарегистрировать В ГАИ сапоги-скороходы на учет поставить А в паспортном столе фамилию твою поменять Чтобы стала ты моей женой законною Василисою Дурак Иванушка Так это что ж получается? Я тебя больше в своей жизни никогда не увижу Да не, я мигом Я там ножкой топну Ладошкой хлопну Иван, ты что, дурак? Ну да И завтра мигом к обеду вернусь Поцеловал Иванушка Василисушку И в дальний путь отправился И пошел он полями бескрайними, лесами дремучими, тропинками неизведанными И вышел он к камню диковинному А на камне том было написано Налево пойдешь, на бабло попадешь Направо пойдешь, на бабло попадешь Прямо пойдешь, на бабло попадешь Тьфу, туда твою налево И пошел Иван налево И вскоре увидел он перед собою избушку на курьих ножках Никогда раньше Иван не разговаривал с жилыми постройками Но тут, извините, жанр обязывал Избушка, избушка А ну повернись-ка ко мне передом А к лесу, тем местом Куда люди хотят всех работников БТИ послать О-хо-хо! Есть тут кто? Чую, чую Русским духом пахнет А покупала вроде хвойной Ну здравствуй, добрый молодец Чего тебе? А вот, бабуля, надо мне на себя полцарства переоформить Хорошо, Ванюш Только сначала тебе нужно исполнить Три моих желания Я женат Три-да-два Принеси к бабушке яблок младеных Будет сделано Ну что, бабуля, какое следующее желание? Куклу или, может, на горшок тебе посадить Груш старичек принеси Будет исполнил Хе-хе, да Справился ты, Ванюш Со всеми заданиями Ну что ж, получай свои документы А за то, что ты проявил смекалку, Ванюш Хочу тебе шлем волшебный подарить Да на кой он мне? А я в чем знаю? Почем? Сто гривен Чуфы Чуфы Ух ты А не подскажешь, бабуля, добру молодцу, где можно еще сапоги-скороходы на учет поставить? Ух, Ванюш Пойдешь, куда глаза глядят волшебное царство в Гае Ты скажешь там волшебное заклинание Я от Степана Андреевича И все двери перед тобой откроются Да? От Степана Андреевича И пошел Иван искать не чудо чудное, не диво дивное, а гаи-гаивное Люди добрые, скажите, да всю правду доложите Кто на свете всех крайнее к этой главной из дверей? Да я крайний, спору нет Но в Гае сейчас обед Так что сядь ты на пенек Подожди еще денек Я ж забыл За мной девица Шимаханская царица Царь-царевич Король-королевич Сапожник портной и городовой И еще щука и меля Так что минимум неделя Ого, так я ж Иван дурак У меня ж льготы Мне без очереди положено Мне только спросить Разве что Я от Степана Андреевича Добрый день Здрасте Мне бы сапоги-скороходы на учет поставить Хи-хи-хи-хи-хи Пока все эти формуляры не заполнишь Сапоги-скороходы на учет не поставишь Ах так, соловей-разбойник Тогда я с тобой подругам поговорю Получай На А-а-а Ай-а А-а-а Победил ты меня, Иван Молодец А я за твою смекалку тебя накражу Вот тебе щит-кладинец Спасибо тебе, соловей-разбойник Иди с ним Кошею Бессмертному на край света Так край света Это ж Гор Энерго А мне нужен Коше из паспортного стола. А, тогда тебе за три девять земель. Это прямо и налево. И отправился Иванушка прямо в логово Кащеева. А шел он, а не долго, а не медленно, а ровно столько, сколько я говорю это предложение. Говори, Иван дурак, зачем пожаловал? Мне бы узнать, где я могу фамилию жены после женитьбы в паспорте поменять. Конечно, Ваня, конечно. Пять минут, и все будет готово. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Прошло семь лет. Ну так что, где я могу фамилию жены после женитьбы в паспорте поменять? Иди туда, не зная куда. И неси то, не зная что. Долго идти будешь, коротко ли... Коротко. Двести гривен. Так, а где подписи, печать? А за этим, Ваня, тебе в царство Змея Горыныча идти нужно. Ну, на второй этаж, к начальнику. Но будь осторожен, из очереди к нему еще никто не возвращался живым. Так как же я его удалить? Это невозможно. Но есть один способ. Меч кладенец. Ух ты! И пошел Иван к Змею Горынычу. И шел он не три, а два дня и две ночи, потому что ровно столько в госучреждениях выходных. Выходи, Змей Богатый, на честный бой. Закрыто! А на двери написано, что открыто. У нас переучет. А переучет у вас по четвергам. Деприемный день. А вы работаете с понедельника по субботу. И началась битва. Не на жизнь, а на смерть. И никто не мог одержать вверх, потому как Змей Горыныч был неудезвим. Вы не по записи! Я встаю в очереди. Мы ждем подтверждения из Киева. У меня есть все нужные справки. И когда казалось, что победил Змей Иванушку, вспомнил Иван-дурак про гостиницы дареные. А где форма 5? Лучше для него мой героиня! Давай ко мне! Он в отпуске! Заполните эти планки! Это могло бы пылью быть, но это сказка, потому как только в сказке за один день можно обойти четыре разных инстанции. Вот и сказочке конец! А кто слушал, молодец!